А потом все задавали вопросы, он уже устал, и долгая встреча, больше двух часов, у Мерштерна сказал ведущий, что вот задайте последний вопрос, и мы на этом заканчиваем. А я сидел тихонечко, как мышь. Я думаю, если я сейчас не спрошу, что же со мной будет? Да, да, я стою и на своем, как это мне потом сказала одна симпатичная женщина в Польше по другому поводу, Митмайн Гробер Идышфуна Николаева Золдат, задаю вопрос, что вот, значит, Раба Судский говорит, я приехал из Петербурга, тоже был Петербург, я и мои коллеги занимаемся переводами стихов, мы хотим перевести ваши стихи на русский язык. Какие бы вы стихи хотели бы увидеть, в первую очередь переведем на русский язык. Вопрос тоже, в общем, небольшого ума, потому что уже устал, и старый человек после двух часов общения сейчас скажет, что, ну, что хотите, то и переведите, у меня все стихи хорошие. Потом Гробер посмотрел на меня и говорит, ну ладно, идите сюда. Я к нему подошел, он взял очень красивую книжку, которая у него с собой оказалась. Вот, видимо, он ее загвозил на это выступление, но как-то не использовал, что ли. Ну, это было издание книжки Фиддл Ройсу, такой большой альбомного формата, подарочного, с иллюстрациями Шагала. Ну, с его стихами, естественно. Очень красивая, знаменитая книжка, такой шедевр. Ну, с одной стороны, это замечательные стихи, с другой стороны, то, что называется «Лив этот артист», да, так сказать, вот, книга художника, кто писал мне ее и подарил. Ну, и на этом вечер закончился. Все, естественно, тут же умерли от зависти. Какая-то вся эта разноплиментная, в общем, среда преподавателей и студентов, которые были за эти курсы. А я, значит, вот там все стали говорить, что вот эти русские, они всегда... Ну, да, ну, такие они всегда. Ум. Ум. Угу.